Девушки отдыхают Сегодня мы поговорим о свете и тьме. Конечно же, в дни праздника Хануки. Это тема, которая напоминает нам, где ставить акценты нашей жизни. Ишуа сказал, что мы должны быть светом миру. Он говорил точно то же, что и говорили всегда мудрецы. И до сих пор говорят все мудрецы, что еврей должен быть светом этому миру. Да, мы говорим о свете народа. Весь народ еврейский должен быть как большая свеча. Мы всегда были далеки от этого, я хочу сказать. Были периоды очень хорошие у нас. И эти периоды описаны в Торе, весь народ как один праведник. Но это был очень короткий период. Но за короткий период все это распадалось и в итоге мы скатывались обратно в тьму. И в принципе, вся история человека это война между светом и тьмой. И вся история Маккавеев во времена Хануки показывает нам эту войну. Это война между еврейской культурой и греческой. Вся греческая культура была тьмой. Вкратце скажу почему, потому что она основывалась на силе человеческой. Физическая сила, сила ума, философия, наука, еще несколько вещей. А еврейское мировоззрение показывает нам причину. А причина существования всего этого мира это Бог. Есть противостояние. Есть противостояние. Антиохус Эпифан был рожден в Сирии. Но он грек. Это была греческая оккупация всего Ближнего Востока. То, что они хотели, это включить также Израиль в свою греческую культуру. Насильно. Для нас это означало отказаться от Бога, что являлось невозможным. Мы знаем много примеров истории, когда евреи были готовы умереть, но не перейти в чужую культуру. Так же и в сфере благовествования совершается та же ошибка сегодня. Если мы хотим говорить о Мессии Израиля, то должен он быть евреем. Он и есть еврей. Он не был греком. Не был римляном. Не был американцем. Давайте откроем Евангелие от Матфея. Пятая глава. Пятая глава. Я хочу сказать, что свет всегда изгоняет тьму. А не наоборот. Тьма не может прогнать свет. Если есть свет, то тьма не может приблизиться. Она растворяется в свете. Даже в плане физики, как науки, у света есть определение. У тьмы нет определения. Нет отдельного определения тьмы. Что такое темнота? Или тьма? Да. Это отсутствие света. Тьма — это отсутствие света. Тьма — отсутствие света. Таким образом, без понимания, что такое свет, мы даже не можем начать говорить о тьме. Теперь тьма. всегда заявляет свои права. Всегда заявляет свои права. Они, они, они. Я, я, я. Я буду властвовать. Нет. Если придет свет, даже маленький. Тьма убежит. Итак, Матфея. Обычно мы зачитываем этот отрывок с 13 стиха «Вы соль земли». Если же соль потеряет силу, то чем сделать ее соленой? Речь идет о том, что евреи внутри своего еврейского народа должен быть солью и уделить внутри, и уделить внутри, асалевать внутри света. Матфея. Малех. Малех. Задача соль. Да. Лишмор. Сохранять. Лишмор. Это, как называют, хомерами, которые добавляют. Да. Хомерами. Да. Это хомер. Это... Консервант. Консервант. Натуральный. Да. Итак, если человек внутри Израиля является солью, для всего мира он может быть светом. Если он в своем народе не может быть солью, то его свет превратится в тьму. И наш отрывок начинается с 14 по 16 стиху. «Все не нынко. Вы уührите оorn в мире. Вы урите оон в мире. Нынко. Все оврите оврите оон в мире. И енков. Нынко. Тех. Тех. Оврите оон. Ух. Мем. Виар. Ни. Виар. Аминь. Вы, свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегшую свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Аминь. Аминь. Атанах, Хомер, Элухим, Гу, Еш, Ор. Итак, Писание говорит, что Бог есть свет. И так как Он сотворил нас по образу и подобию своему. Таким образом, Его цель была, чтобы Божий свет, Его свет, Он светил через нас в этом мире. Теперь, если ты теряешь свет, как сосуд, ты остаешься таким же. Тот же сосуд. Но вместо света внутри тебя будет тьма. Почему? Когда свет уходит, тьма сразу же занимает эту территорию. То же самое и наоборот. Имата, Мадлик, Ор, Бабайт, кмошэ, Катув, Кан, весаму то, льо митаха таефа, ала минура. Когда ты включаешь дома свет, или зажигаешь, и ставишь его, не под сосуд, а на подсвечник. А ата ло царих ля Ахрис. Ахшав аним Ахрис, бешэм Ишу Амаши, ахкол Ахоших, тебе не нужно провозглашать, что свет я зажёг, и теперь вся тьма уйди из моего дома. Ата ло махрисы, во имя Ишу Амисии. Ты такого не провозглашаешь. Духовный принцип. Даже когда ты войдёшь в тёмное место, даже если ты начинаешь провозглашать свет, свет даже во имя Ишу Амисии, будет тьма. Написано здесь, ваши дела. Ты должен зажечь этот свет. И не нужно будет ничего провозглашать. Сегодня строится на провозглашениях здания, которые не устоят. Почему? Это против духовных принципов. Поэтому духовные принципы, они просты. И они доступны любому человеку. Каждому в этом мире. Проблема — это понимание или непонимание. Когда человек понимает, как это работает. Да, я не знаю. Я не понимаю глубоко природы этого принципа. Но я понимаю, как он работает. Я могу этим пользоваться. Правильно? Все пользуются компьютерами дома. Все пользуются телефонами. Кто-то знает, как это устроено до конца, от начала до конца внутри. Поднимите руку. Кто разбирается? Ты строишь телефоны на заводе? Ты на Агмасаиде. Ты водитель грузовика? Након. А сейчас. Афихат Миттану, льо мивин, эх зо овэд. Афилу шеятам мивин, ше еш куфса. В битох куфса еш барзель, матехет. В еш тухниет. Никто из нас не понимает до конца, как это все устроено и работает, несмотря на то, что все, в принципе, знают, что есть коробочка. В коробочке есть детали металлические. А ты охоль ливнотет от тухна для телефона? Ты можешь построить программное обеспечение для своего телефона? Мы не понимаем. Ада, ссов, не понимаем. Не до конца, понимаем. Есть целко лихад, походу и יותר, эш езе еда? Есть какое-то знание тут, там, у каждого из нас. Авал, анахну, эх корин, эх, эх, ахур, шебана, айфон, умет квар. Авал, анахну, льо Стив Джобс, но мы не Стив Джобс. Он знал. Авал, анахну, но мы нет. Но все используем. Кулам, афилу юладим. Даже дети. Кулам, афилу юладим. Все используют телефоны. Аз то мерет, шефилу, шеаталу мевин, ада ссов, кулас судот, шел аулам, ой, акронот руханио. Если ты даже до конца не понимаешь все тайны мира или духовных принципов, но ты знаешь, как это работает, ты можешь это использовать. И в этом будет мудрость. Вот то, что мы говорим о ликронот руханиоте, точно так же, когда мы говорим о духовных принципах, если ты знаешь азы, ты можешь это использовать в своей жизни. Написано, «Вы свет миру». Чудесно, я свет. Но ты действительно свет? или тьма. Как это узнать? Без слова Божьего, нет вообще шанса. Понять эти вещи, что хорошо, что плохо. И дьявол, он хочет запутать нас, обмануть и убедить в том, что тьма, она побеждает. Постоянно он пытается это сделать. и он утверждает, что это неизбежно. Но Слово Божье говорит наоборот. Слово Божье говорит, что всегда побеждает свет. И говорит, что победа света над тьмою это и есть истина. Человек, который находится в тьме, если кто-то зажжет маленький фонарик, видно будет издалека. Даже в тьме ты можешь двигаться к свету. Свет дает тебе путь. Даже если этот цвет еще не в твоих руках. Мы находимся во дни хануки, праздника, правильно? В каждом садике учат очень хорошую песню. Меня уже не берут в детский садик, я слишком взрослый, говорят. Поэтому я дома изучаю эти песни. Бану хошех легареш б'яде ну ор ва эш. Это шер ханука. Одна из ханукальных песен мы пришли прогнать тьму. Бану хошех легареш в нашей в нашей руке свет и огонь. Каждый из нас маленький свет, а вместе мощный свет. Дети в садике это учат. Возлюблены мы это слова мудрецов. Мудрецы это определили. Вместе мы сильный мощный свет. Слово этан это сила. Ахзав Анахну Анахну Банну хошех легареш Мы пришли чтобы прогнать тьму. Мы Лё хошех легареш утану. тьма нас прогоняет. Анахну мы горешим это хошех. Мы прогоняем тьму. Вимата бемет кибальта ахлата льет оркатан. Если ты принял это решение быть маленьким светом, то в общине это уже большой свет. Проблема что каждый хочет быть этим мощным светом. я большой свет. Нет каждый из нас маленький свет. Достаточно. Вы знаете что от свечи к свече можно передавать огонь. кто на разных программах которые мы раньше проводили. Когда мы заходили в полностью темную комнату у каждого в руках была свеча. И заходил в комнату один человек с зажженной свечой. Пришел маленький свет. когда начинает передавать этот свет вдруг ты видишь что ты в комнате где полно света. Это очень символично. Помогает нам понять как работает духовный принцип. И так если мы призваны быть светом в этом мире. С чего нам нужно начать? С какого места? На хон. Правильно. Я думала с правого угла. На хон. Ну да. Каждый если начнет с себя мы прогоним всю тьму. Как мы сказали что тьма это отсутствие света. это значит если мы будем светить как положено вокруг нас будет свет. И каждый кто находится во тьме и находится далеко от нас он издалека уже будет видеть этот свет и может приблизиться к нам из этого мира. С свет миру что это значит что свет он утопает в тьме. мир он утопает во тьме. И еще говорит вы будьте светом этому миру. Помогите этому миру. Несколько примеров из Ветхого и Нового Завета. например книга притчей где светильник и чем он является. Это притча 20 глава 27 стих святильник Господень Дух Человека испытывающий все глубины сердца. Интересно правда? Что это светильник? Светильник Господень Дух Человека. Речь идет о Душе. Много раз мы говорили что есть Душа и Дух. Два слова на еврей Дух и Неш Ма это Ру тоже Ру но Неш это часть пневменно И нефеш является частью души более возвышенной, приближенной к Духу. Здесь написано, что каждый из нас является маленьким светильником. Так же в Псалмах написано, Слово Твое светильник на Геме и свет стезема. Слово Божье светит нам. Это то, что зажигает этот свет внутри нас. Не что-то другое. А что говорит еще раз Новый Завет? Слово стало плотью. И обитало среди нас. Только свет может показать нам правильный путь. Наш свет — это Слово Божье. Нету чего-то другого в этом мире. Если кто-то желает светить этому миру, как написано в Матфе, только через Слово Божье. Нету других вариантов. Поэтому хочу благословить каждого из нас быть этим маленьким светом. Чтобы мы могли помочь тем, кто еще сидит во тьме. Каждый раз, когда приходят праздники наши, я всегда молюсь и говорю Творцу, какой ты мудрый. Ты дал нам праздники каждый год один и тот же праздник в свое время. И с годом в год во мне еще больше желания праздновать эти праздники. Это меня духовно наполняет. Я хочу впитать в себя весь этот материал. Как можно больше. И эти праздники и времена, которые он определил, это благословение. Хочешь, не хочешь. Сувганиот, свечки, праздники. Вокруг все говорят об этом. Благословение. Поэтому хочу благословить каждого из нас. Давайте будем маленьким светом, а вместе с сильным, мощным светом. И таким образом мы сможем прогнать тьму. Не один, а вместе. То, что не смогли сделать многие поколения. Ешуа это сделал. Он представитель от еврейского народа. Самый большой раввин в этом мире. Он зажег этот свет. Он объяснил нам, как это работает. Дал пример личный. Сказал, следуйте за мной. Благословил нас. И сказал, я пошлю Духа Святого. Я всегда вместе с вами. Это значит, я всегда поддерживаю вас. Не теряйте силу соли. И будьте светом этому миру. И через наши дела мир сможет увидеть это. Хак Самех. Хак Самех. Амин. Бо нитпалель. Помолимся. Отец наш, Цайнер. Спасибо тебе за Твое полное благословение. Ты нас благословил быть светом этому миру. Помоги каждому из нас быть маленьким светом. Помоги нам понять, насколько это важно. И мы благословляем Твое святое имя. Во имя Ишоа, Мессии Господа нашего. Аминь. Мессии Господа сlets. Аминь. У Carolyn.